Продолжение следует... 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 Это только 10% молодежной культуры, но не нужно их воспринимать, как молодежная культура и так далее. Большинство украинских молодежных – это обычные люди, которые просто хотят себя выразить. Одни занимаются спортом, другие занимаются, входят в какие-то гуртки, секси. Большинство нерозумных, которые читают книги, занимаются обучением, но в принципе таких людей вважают або заучками, або еще какими-то называют. Но это настоящие люди, которые могут достигнуть, а те люди, которые вважают себя неформальными и так далее, они становятся наркоманами, а еще какими-то. И это все проходит. Сейчас, например, молодые люди одружаются, або, например, находят нормальную работу, и они просто забывают про свою попереднюю захопление. Доброго дня. Добрый день. Вы из гуртожитка? Так. А что вы можете сказать, как вы ставитесь до молодежной культуры? Взагалі, ты, как свою молодь проводить в прилюдных местах и так далее? Угу. Что я могу сказать? Что, в принципе, это все досить виходит за мрамки, их поведенка. Особенно в культурных местах. И молодые люди, я думаю, они не обозначены в поведенке, власной и самой, в каких-то местах и так далее. А из какого факультета? Я психолог. В этой лине я учусь на первом выпуске психологического факультета. До сьогодней молодежной культуры я отношусь с деякой стороны позитивно, с деякой негативно, оскільки не все понимают, что такое молодежная культура. Захоплюсь, считаю, здебільшу художные творы, жены, романы. А также, так как учаюсь на психологическом факультете, проверяю читать результатеры. А ты из гуртожитка? Так, я живу, тоже. Молодежная культура. В молодежной культуре есть проблема. Проблема есть у всех. В молодежной культуре, в первую очередь, проблема такая, которая существует как невизначенность и отсутствие какой-то стойкости по отношению до внешних подразделений, которые формуют ее святоглядные виды, ну и саму культуру. На ней, в частности, могут просто действовать таки чинники, которые мы считаем негативными. Зокрема, это, ну я не знаю, таки негативные, зокрема, так, как шкодливые звички, там, я не знаю, насилля, різні насильские, российские організації. Представьте, будь ласка, скажите, з яких ви факультетів? Меня зовут Хузий Жанна, я навчаюсь на химічному факультеті, четвертий курс. Колесник Ліда, третий курс художник. Вечата, а что вы можете сказать про молодежную культуру и как вы до нее ставитесь? Чи вважаете, что она есть и что она имеет какие-то проблемы, может, дефекты? В нашем жизни воно есть, это наш ансамбль, это наш хор, литературный театр и литературное объединение. Мне очень нравится, чтобы вывести такие организации, потому что именно на таких занятиях вываживаешь, забываешь все свои проблемы, вываживаешь духовно. Это нам действительно нравится. Очень, я ставлюсь на молодежную культуру позитивно. Однако, не до всех ее проявлений. Это, кстати, супер. Это курс? КАА, факультет украинской филологии и журналстики, третьего курса. А какие книги любишь читать? Люблю читать книги украинские, классические книги, книги литератури 20-го столетия, 21-го. А как ставишься до отношений молодых, до музыки, до их вподобаний, что я погоджуешься с ними? Дивлячись, з якими вподобаниями. Позитивно ставлюсь до сучасной музыки. Також мне нравится музыка классическая, подходят. А до каких правов вы ставитесь негативно? До каких? Ну, когда испоганируют основу цієї субкультури. Например, там есть МОКИ, взяли и испоганили. Потому что в основе лежит то, что сейчас мы понимаем по цим понятиям. Я сам Охвал Дмитро Сергеевич. Какого ты факультета? Экономический факультет. Как ты ставишься до молодежной культуры? До молодежной культуры? Ну, позитивно. Потому что я сам относился к этой культуры. А саме до каких аспектов? Что ты имеешь на увазе? Я сам до неї отношусь? Ну, потому что я сам, как бы, занимаюсь, я є частью цієї культуры, потому что сам занимаюсь музыкой. Это моё захопнение. Через это я, как бы, я вважаю, что я отношусь к этому. Граешь на каком-то инструменте? Я не граю на музичном инструменте. Я складаю музыку и потом кладу на ней слова. Ну, рэп. А можешь продемонструвати? Что, зараз он продемонструвает? Да. Давай. Давай-давай-давай. Бегом. Что, рэпчик? Читай рэпчик свій. И пританцовуйчик. Ну ладно, слушай, сиди. Апатія, сквад, зайцы, кабан. Без диджея, где мы сядем? Звучнейше. Вдикай новую тему. Сидкуй за рухами. Сидкуй за нами. Напрягай в ухо. І махай руками. Будьте хіше мухи. Знаюемся и с братами. Зі мною команда не стара. В'єпу, мы с нами без ударах. І поговарами. Всекими шумами старими. Знаете, все, що наша, твоя, ваше. Вбираемо, докупи робимо. Кажу, додаємо водки вина. Я пламе втикаюш. Тримайся за нами. Хочу забави. Крутай чистими тілами. Та легалай свій маме. Мене звати Олена Железняк. Я випускниця Черкаського национального. Зараз працюю. Моя куба. Разом Дарину хрестили. Що вам ще раз привізти. Працюєш на роді, водитерко. Так. Редактор, що тебе цікавить? Як ви ставитесь до молодіжної культури? Пишіть своє отобіографію. Я за вас отобіографію написав. Дивлячись до якої. Якщо це насправді культура, то позитивна. Якщо це вигляд без культури, то звичайно дегативна. ПАС. З якого ти факультету? Економічного. Як ти ставишся до молодіжної культури? І чи є зараз у сучасній молодіжної культури проблеми? Я ставлюся нормально до неї. Сам трохи відносився до культури такої. Ну, проблеми є, тому що не всі сприймають цю культуру. Вона, як, не дуже розповсюджена, тому що багато людей до неї погано ставляться. Ну, взагалі це нормально, якщо люди мають свій вибір і бувають не всі однакові. Скудять мову усілякими неправильними словами, невідповідними, недостойними, ну і таке інше. Тобто це вияв без культури, я це я не вважаю як культури молодіжної. Це вияв протесту, але деструктивного протесту, скажімо так. Є конструктивний протест. От саме конструктивний протест і покликана висловлювати молодіжна культура. Але якщо це справжня культура. Виконавиці музики. Яку музику саме ви полюбляєте? Ми полюбляємо то, як поспіваємо народно. Зокрема, більш ліричну музику. А як ставитись до літератури? Позитивно, звичайно. Позитивно, так. До української літератури станція позитивна. Паха білокрила на Тополю, сіло сонце, бо надвечірна поля. Паха білка, покохала, покохала я до болю молодого, молодого скрипаля. Паха білокрила на Тополю, сіло сонце, бо надвечірна поля.